Сэренс SGC-120 Строительство заводов, электростанций, а также различных офшоров, вроде нефтяных или газовых платформ, отрасль, в которой рабочим приходится сталкиваться с огромным количеством сложностей. Одна из них — невозможность использовать стандартную технику ввиду ее недостаточной мощности. SGC-120 от бельгийской компании Сэренс — удивительный кран, который входит в число самых крупных в мире, и он был разработан специально для выполнения задач повышенной сложности в местах, которые мы перечислили. Как вы могли заметить, он имеет не совсем обычную конструкцию. Вместо привычных колес и гусениц здесь круглая опора диаметром почти 45 метров. Установка такого радиального крана сама по себе занимает несколько дней, требует привлечения других, более мелких кранов. Однако в итоге техника отличается повышенной устойчивостью и грузоподъемностью. Для своих эксплуатационных характеристик модель в то же время отличается компактностью, а значит, может быть использована для более широкого круга задач. Мощность Сэренс SGC-120 составляет около 5000 л.с. Длина главной стрелы — 130 метров. Она предназначена для подъема объектов весом до 3200 тонн. Как можно догадаться, чтобы кран мог поднимать настолько значительные грузы, ему нужен серьезный противовес. Он состоит из 36 контейнеров, вес каждого из которых — 100 тонн. Робинс Кроссовер XRE TBM Следующее специализированное оборудование, о котором мы сегодня поговорим, представляет собой проходческий щит. И хотя эта огромная машина имеет всего лишь два предназначения, на крупных строительных объектах, а также на горных выработках, она попросту незаменима. В первую очередь, проходческие щиты востребованы при добыче полезных ископаемых подземным способом. Огромное ножевое кольцо вгрызается в почву и горную породу, эффективно измельчает полученную массу, а затем по длинной конвейерной ленте отправляет ее наружу. Либо, как в случае, показанном на экране, щит используется для сооружения тоннеля, например, дорожного или канализационного. Показанная модель была разработана специалистами американской компании The Robins, и она уже успешно проявила себя на самых сложных проектах в разных уголках света, от Мексики до Австралии. Внушительный диаметр в 12 метров делает машину универсальной. Работать она способна самыми разными типами земли, от мягкого грунта до твердого камня. Конструкция оптимизируется под каждый конкретный случай, так что проходческий щит всегда остается эффективным и производительным. Ле Турно G175 Трикрашер Несмотря на то, что эта удивительная машина была построена около полувека назад, ее размеры не перестают поражать даже сегодня. Ле Турно G175 без преувеличения самая большая лесоповальная машина в мире из когда-либо построенных. Ее вес составляет 175 тонн, длина 17 метров, ширина почти 11 метров, а высота около 6,5 метров. Если же говорить о рабочем инструменте, то его ширина 10 метров, а вес составляет целых 36 тонн. К сожалению, на внушительных масштабах достоинства и удивительные особенности кончаются. Ле Турно G175 была построена в единственном экземпляре в Техасе, чтобы затем отправиться расчищать канадские леса в провинции Квебек. Однако уже очень скоро стало понятно, что машина не приспособлена ни для суровой канады, ни для расчистки леса вообще. Рабочие столкнулись с огромным количеством сложностей и проблем. Например, лесоповальная машина отличалась крайне низкой проходимостью. За пару месяцев расчистки ей удалось справиться лишь с 19 квадратными километрами леса, что очень мало. Недостатки конструкции поставили сначала крест на эксплуатации машины, а затем и на компании, которая взяла ее в работу. Сегодня Ле Турно G175 3 Крашер – это экспонат, на который можно посмотреть в районном музее Маккензи. Кабелко SK400 DLC10 Мир строительной техники насчитывает такое количество разнообразных машин, что под каждую даже нестандартную задачу найдется подходящая модель. SK400 DLC10 от японского бренда Кабелко, хотя относится к классу экскаваторов, однако имеет немного расширенную сферу применения. Перед вами машина, разработанная специально для сноса зданий, сооружений, фундамента. И она обладает огромным количеством достоинств и преимуществ. В первую очередь, производитель подчеркивает простоту транспортировки. Также отмечается экономичная сборка и разборка. Значительная высота экскаватора позволяет ему работать с сооружениями высотой до 24 метров. Но это далеко не все. Если высота здания, которое требуется разрушить, меньше, то стрела машины легко укорачивается. Из нее можно вытащить одну секцию длиной 3,5 метра. Так достигается большая вариативность. При необходимости работы с низкими зданиями и фундаментами, стрела опять же меняется. На ту, которая способна выдерживать более тяжелые инструменты. Видео демонстрирует, что замена стрелы занимает не больше 21 минуты. Маммут SPMT Если вам всегда было интересно, как именно перевозятся по-настоящему тяжелые грузы весом свыше сотни тонн, то следующая техника, которую мы покажем, даст ответы на все ваши вопросы. Перед вами SPMT нидерландской компании Маммут. Аббревиатура расшифровывается как самоприводный модульный транспортер. Это крупная колесная техника, которая имеет уникальную конструкцию и, скорее всего, не похожа ни на одну грузовую машину, которую вы видели ранее. Обратите внимание на то, насколько низкой является техника. Такая высота была выбрана не случайно. Транспортер способен проезжать под грузом, установленным на опорах. Затем в действие вступают гидравлические механизмы, увеличивающие высоту машины. И так она принимает вес груза с опор на себя. SPMT гарантирует устойчивость груза и идеальное горизонтальное положение в любой ситуации. Особая подвеска позволяет колесам менять уровень вне зависимости друг от друга, что предотвращает наклон грузовой платформы. А еще задняя часть может приподниматься, чтобы не задевать землю при езде по неровной местности. В арсенале компаний насчитывается несколько моделей. Максимальная грузоподъемность составляет 216 тонн. Катапилла 797F Постоянные зрители нашего канала прекрасно знают, как выглядит самый большой самосвал в мире. БелАЗ 75710. Тем не менее, не он самый популярный и большой карьерный самосвал в странах западного полушария. Здесь первенство по востребованности занимает 797F от американской компании Катапилла. Производитель смело заявляет, на сегодняшний день данная техника – самый производительный самосвал в своей весовой категории. Его грузоподъемность составляет аж 363 тонны. Кого-то внушительные размеры этой машины могут напугать, однако специалисты постарались сделать эксплуатацию простой и экономичной. Если сравнивать 797F с конкурентами, то стоимость его технического обслуживания снижена на 25%. Расходы за смену масла снижены на 35%. Самосвал оптимальным образом расходует топливо, что позволяет тратить на 10% меньше. На карьерах данная машина используется для того, чтобы перевозить уголь, различную руду, полезные ископаемые. МЕЦА ЛОКОТРЕК ЛТ-220Д Последняя машина, которую мы сегодня покажем, представляет собой мобильную дробильно-сортировочную установку. Это единица техники, разработанная специально с учетом нужд нерудной и горно-рудной промышленностей. Но давайте сначала разберемся, зачем вообще нужны такие установки. Как правило, это громоздкие модульные машины, которые работают с горной породой, каменными или железобетонными элементами. Они тщательным образом измельчают массу, а затем рассеивают ее по крупности фракции. Если говорить максимально простым языком, то установки измельчают породу до такого состояния, чтобы ее можно было пускать в работу, либо перемалывать дальше, но без особых энергетических затрат. ЛТ-220Д, о которой мы рассказываем, впрочем, уникальны. Все потому, что на одном гусеничном шасси здесь совмещены сразу две машины. Это непосредственно дробилка, а также вибрационная сита, разделяющая сыпучие материалы по размерам. При этом, если сравнивать ЛТ-220Д с традиционными установками, она имеет гораздо более компактный размер. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok